Ожирение и связанный с ним метаболический синдром были идентифицированы как основные факторы риска развития остеоартрита коленного сустава, что составляет почти 60% популяции пациентов с остеоартритом. Метаболический фенотип остеоартрита связан с гипергликемией, инсулинорезистентностью и резистентностью к лептину, которые в свою очередь связаны с формированием и структурой костей. Гипергликемия и резистентность к инсулину в сочетании с повышенным уровнем лептина могли привести к некоторым изменениям, наблюдаемые в субхондральной кости животных, которые получают большое количество жиров. Кроме того, измененный обмен жиров у пациентов также был связан с развитием остеоартрита при метаболическом заболевании. Крысы, получавшие диету с высоким содержанием жиров, имели измененный обмен жиров, на что указывает увеличение уровня триглицеридов в сыворотке и соотношение триглицеридов к калестерину, связанному с липопротеидами высокой плотности. Также была обнаружена сильная связь между уровнями триглицеридов и повреждением коленного сустава. Добавка пребиотических волокон олигофруктозы, используемая в исследовании, предотвращала дислепидемию, тем самым потенциально способствуя поддержанию гомеостаза коленного сустава. Было показано, что препараты, снижающие уровень липидов, подавляют развитие остеоартрита на мышинной модели атеросклероза. Повышенный уровень холестерина в плазме вызывает окислительный стресс в митохондриях и деструктивные изменения в хондроцитах, которые, как полагают в совокупности, приводят к развитию прогрессирования остеоартрита. Кроме того, мышинные модели остеоартрита, вызванного большим содержанием холестерина в крови, характеризуются изменениями в архитектуре субхондральной кости, которые восстанавливаются при введении гиполепидемических препаратов. Было высказано предположение, что гиперхолестеринемия индуцирует окисление и отложение липидов в тканях, что приводит к повреждению хряща, сходному с таковым при атеросклерозе. В то время как остео-некроз может возникнуть из-за сужения сосудов липидами. В исследованиях было обнаружено увеличение числа бактерий энтеробактериация, которая продуцирует эндотоксины, и была связана с воспалением, которое предотвращалось только комбинации пребиотической клетчатки и физических упражнений. Добавки с пребиотическими волокнами также увеличили количество бифидобактерий по сравнению с крысами, получавшим еду с большим количеством жиров. Было показано, что бифидобактерии снижают проницаемость кишечника, усиливают экспрессию белков плотных контактов и снижают уровень воспалительных молекул в клеточных линиях у грызунов. Учитывая, что олигофруктоза, как известно, увеличивает количество бифидобактерий, возможно, что пребиотическое волокно снижает уровень эндотоксинов в сыворотке посредством этого механизма. Эндотоксин – это молекула, полученная из кишечных бактерий, которая распознается специальными рецепторами на иммунных клетках, адипоцитах и клетках некоторых органов, таких как клетки Купфера в печени, и при избытке вызывает воспалительную реакцию. Способность клеток Купфера удалять эндотоксин может иметь важное значение для профилактики метаболического остеоартрита коленного сустава. Было показано, что аэробные упражнения улучшают удаление эндотоксинов клетками Купфера, тем самым способствуя снижению эндотоксимии у крыс, получавших диету с высоким содержанием жира, и, возможно, предотвращая остеоартрит, подобные повреждения, наблюдаемые в коленном суставе крыс. В исследовании аэробные упражнения в сочетании с добавками пребиотических волокон не были более эффективными, чем каждое вмешательство по отдельности. Следовательно, представляется, что механизмы, задействованные в каждом вмешательстве, наполняют друг друга, но не являются аддитивными. Таким образом, влияние диеты большим количеством жиров на человека, ведущего малоподвижный образ жизни, отличается от его воздействия на человека, который тренирует и повышает сопротивляемость систем хозяина. Ожидается, что упражнения будут способствовать восстановлению ткани, улучшат метаболизм глюкозы и жира и усилят высвобождение связанных с физическими упражнениями регуляторных молекул из мозга для противодействия факторам, вызванным диетой. Кроме того, известно, что механическая нагрузка на ткани, такие как речи, связки сухожилия и кожи, может привести к резистентности к катаболическим медиаторам или их экспрессии, то есть уменьшению катаболизма различных тканей. Предполагается, что физические упражнения повышают способность скелетных мышц использовать липиды, что позволяет лучше контролировать уровень липидов в плазме. В то время как ферментация пребиотической клетчатки, такой как олигофруктоза, непереваримого углевода растительного происхождения, кишечные микробиоты приводят к выработке короткоцепочечных жирных кислот в толстой кишке, которые связываются с рецепторами жирных кислот и стимулируют гормоны, связанные со снижением аппетита, задержкой поражения желудка и улучшением чувствительности к инсулину. Кроме того, здесь можно дополнить, что такая короткоцепочечная кислота, как бутерат, обладает анаболическим действием по отношению костей. Без бутерата невозможно улучшить состояние костей, несмотря на то, что будут приниматься различные витаминные добавки, кальций или парад гормон или другие всякие вещества. Кроме того, фируловая кислота, которая также продуцируется различными бактериями в нашем кишечнике, а также поступает с пищей, стимулирует выработку стволовых клеток. В итоге, в исследовании стремились определить влияние добавок с пребиотическими волокнами, аэробных упражнений и комбинацией двух вмешательств на развитие метаболического остеоартрита коленного сустава. В модели крыс с диетой с высоким содержанием жиров, сахарозы или ожирения. Добавка пребиотических волокон в конечном итоге и аэробные упражнения и их комбинации этих двух вмешательств полностью предотвратили повреждение коленного сустава, которое в противном случае наблюдается в обычной модели ожирения у крыс. Профилактика повреждения коленного сустава была связана с нормализацией резистентностью к инсулину, уровня лептина, дислепидемии, кишечные микробиоты и эндотоксимии у крыс, получавших большое количество жиров. Редактор субтитров А.Семкин